И дальше он сделал такой вывод. Ну вот, значит, теперь всё можно, пошёл Шпаной. Шпаной пошёл к такому Усвятцеву, такая банда довольно была известная в Питере. Они там орудовали ещё как. Тогда, в те времена, все как-то распределялись по спортивным секциям. То есть все бандиты, они как-то кто чем, кто там самбо, кто борьба, кто что. Ну у всех была своя так называемая силовка. То есть какие-то, значит, бандюганы в тренировочных штанах, которые, если что, придут и узнают, есть ли покурить. В общем, в этом направлении Усвятцев действовал как дзюдоист. Вот он взял себе такое вот у него было пристрастие. Или, может, другие виды были разобраны, но в общем. В общем, он таким образом повлиял на эту первую, скажем, ну профессии назвать трудно, но в общем выбор такой спортивный Путина. И вот он начал свои экзерсисы на татами. Дальше это поспособствовало другому выражению ещё одной какой-то тогда для него скрытой страсти, которую он, видать, в себе какое-то время угнетал. Но на татами он почувствовал крепкую мужскую близость. И вот это у него переросло в нежные чувства к одному из этих своих спарринг-партнёров. И был какой-то там трагический эпизод, когда что-то кто-то не рассчитал, и вот этот другой парень умер. И вот очевидцы говорили, что не видели, чтобы кто-то так оплакивал и рыдал. Ну, конечно, неприятный эпизод, безусловно. Но, тем не менее, он как поменялся с того момента. Но Путин, да. И это рассказывает подробно. Этот эпизод, он всплывал несколько раз в СМИ. Речь идёт о том, что да, вот там на татами у него появился вот какой-то отдушина, то есть какой-то парень. А вот в результате неудачного поединка он получил травму, несовместимую с жизнью. Это его Путин как бы убил или кто-то другой? Из того, что я могу подчеркнуть, потому что это очень всё-таки информация старая, говорят, что да. А как это на них там вышло? Ну, в общем, таким образом просто возвращаемся к тому, что анамнез-то уже не в порядке. Убил, а Путин сильно плакал. Убил вот своего близкого и какую-то отдушину свою. Значит, дальше это вылилось, в общем-то, в очереду ненависти к женщинам. То есть у меня, например, есть знакомая, которая в своём 14-летнем возрасте, сейчас в связи с тем, что он везде шатается с несовершеннолетней фигуристкой, можно об этом, наверное, даже вспомнить. В общем, значит, ей было 14 лет, как и её подруги. И вот он, тогда, наверное, 20-летний, со своим каким-то приятелем, пригласили их сначала на матч под дзюдо. Как говорится, Путин и его приятель пригласили мою знакомую с её подружкой, девочкой, на матч под дзюдо. Ну, сначала они просидели на этом, как она говорит, скучнейшем поединке, просто от которого совершенно непонятно, ну, как можно даже девчонок там, ну, я не знаю, мороженое люди обычно там едят, я не знаю, ну, что делают подростки, когда они встречаются. Ну, вот эти решили, что для девчонок нет ничего интереснее, чем посмотреть на скучный, заурядный какой-то там матч по дзюдо. Но на этом не закончилось. Дальше они их пригласили домой выпить чаю. Вот. И после того, как они согласились, о чём уже она, наверное, сильно жалела, придя туда, на квартиру уже, не знаю, одного из них, как-то кого-то там, он первым делом решил продемонстрировать вот этой моей знакомой только что вот увиденные приёмы, прямо на ней все. То есть бросок через бедро, болевой, вот это всё. Да, вот этой девочке. Ну, девочка, во-первых, она стала прекрасным профессионалом потом со временем, то есть она стала такой, как бы, интересной очень женщиной. Очевидно совершенно, что, и она это говорит, хватило бы мне тогда ума дать ему сдачи, задушить бы его тогда, но я не поняла ничего в 14 лет. Вот возможность-то какая была упущена, говорит мною. Но в том-то всё и дело, что у него по отношению к женщинам выработался вот именно этот садистический подход. То есть, ну, как может вообще такой в голову прийти, но тем не менее приходила. И дальше мы видим подтверждение всему этому. Я хочу зафиксироваться. То есть он её начал бросать через плечо и так далее, и, в общем, на ней отрабатывать приёмы дзюдо. И после этого было что? Ну, это же типа свидание, как бы, я так понимаю. И после этого они с криком из этой квартиры выбежали, ещё долго бежали перепуганные, добежали до дома, кое-как к вечеру отошли. Ну, естественно, что это был стресс и шок. Кошмар просто. Дальше мы читаем о том, что это ему было свойственно уже потом всю жизнь. Из воспоминаний ныне очеретной, тогда Шкребневой, и в некоторое своё время Путиной, она разоткровенничалась. И, кстати, я была всегда удивлена. Она же в какой-то момент стала очень сильно налегать на спиртное. И в своих вот этих, как бы, откровениях она говорила, в общем-то, не просто обличительные, а шокирующие вещи, часть из которых стали в итоге её воспоминаниями, а часть просто шокировали тех, кто это слышал. За неё сражались по-настоящему несколько монастырей. Её пытались уговорить постричься в монашке, потому что если бы она пошла в один из этих монастырей, она бы за собой потянула мощное финансирование, конечно же. И, соответственно, рассказывала она о том, что стоило ему хлебнуть хотя бы рюмку водки, он превращался не просто в маньяка, садиста, а в самого настоящего извращенца, который начинал её щипать, начинал выламывать ей, значит, выкручивать кости, эти суставы. Ну, вспоминаем болевые приёмы, как мы уже знаем из эпизода с 14-летней моей знакомой, значит, и дальше вот уняться он не мог, до синяков, до кровоподтёков и так далее. Теперь спрашивается, а что ж ты столько лет с ним жила, а теперь жалуешься, да? Ну, я так понимаю, что находятся вот эти странные пары с адомо-эзохистического типа, когда они, наоборот, друг от друга даже невозможно иной раз оторвать. То есть она его ждала часами, утверждала, что он в лучшие периоды, то есть её только их знакомство, не приходил никогда вовремя, что она на морозе должна была стоять подругу. Потом, когда она начинала рожать детей, ничего не изменилось. Значит, поговаривают, что да, у него к тому времени образовались настоящие, так сказать, насыщенные, страстные отношения с Ралдугином. Вот кому он испытывал, действительно испытывает до сих пор, как мне кажется, нежные чувства, так это к виолончелисту, с которым его познакомил брат виолончелиста КГБшник. Значит, брат виолончелиста КГБшник, кстати, ещё очень долго в советское время работал где-то в одной из стран Балтии. Вот, потом и прожил достаточно долго, потом у него случился ковид, и вот он умер. Значит, но тем не менее, вот этот брат как-то познакомил его со своим этим виолончелистом братом, и произошло, ну вот не знаю что, возгорание искры в запорожце без глушителя. То есть он его начал в этом запорожце без глушителя возить по заснеженному Ленинграду, они встречались, причём оба своих воспоминания, особенно Ралдугин, когда начинает давать интервью, эти вот умильные гримасы, улыбочки, вот эти все, значит, этот вуаль этой трогательности, воспоминаний, это всё настолько нарочито, что не удивляет, что Ралдугин в итоге получил офшор за 2 миллиарда долларов, который успешно раскрыт был благодаря усилиям Вильяма Браудера, за что Путин, я думаю, ну, наверное, может казнить за одно только произношение этой фамилии в своём присутствии. Значит, вот Ралдугин получил ещё и Дум музыки, это такой северный Версаль, наверное, надо так говорить, это прям дворец великого князя, вот они туда потратили ещё невероятное количество бюджетных денег на реконструкцию, они там устроили просто что-то с чем-то. И вот теперь уже, как бы, я думаю, что вялочленисту, этому вялончилисту, значит, ублажают, скорее всего, уже только слух и взгляд, взор, более юные какие-то музыкальные дарования с афиши, со сцены, хотя я могу заблуждаться, может быть, услаждают и что-нибудь ещё. Вот, ну, таким вот образом у Путина, ну, по большому счёту, в тот период сформировались настолько с ним тесные взаимоотношения, что его жена Людмила вообще не могла взять в толк, почему же так происходит, что она уже на сносях, а он всё ещё уезжает на любой выходной день в Ленинград и продолжается там по заснеженным, значит, этим улицам ездить с Ралдугином. Ну, поговаривают, что, кроме всего прочего, старшая дочь – это плод их совместного творчества, что всё-таки Ралдугин, возможно, не только крёстный, но и самый обыкновенный отец этой первой, Воронцовой. Я думаю, что, может быть, где-то в районе Воронцовского дворца они больше всего гуляли. Это помещение, где находилось Суворовское училище в Ленинграде. Может, только по этой причине он решил дать дочери именно этот псевдоним. Ну, вторая – Тихонова, видимо, по причине того, что нравился, наверное, Путину фильм «Семнадцать на линии весны» и актёр, сыгравший главную роль. Но надо сказать, что внешне, однако, эта акробатическая мышь сильно отличается от актёра, который сыграл разведчика. Как-то вот не помог псевдоним, ничего не перешло. Ну, ладно, в общем, две эти дочери, эти женщины, вернее, которые с самого начала жили полностью легендированно, вот спрашивается. Попал он, в конце концов, в ГДР, где, между прочим, он был завербован штазе. И это тоже достаточно известная история. Значит, по интернету гуляет его удостоверение. И они давали объяснение, что, дескать, это была дружественная для них организация, для упрощения прохода, для того, чтобы архивом пользоваться. Ещё для чего-то якобы Путину понадобилось удостоверение сотрудника штази. Но на самом деле всё обстояло несколько иначе. Поймали Путина на медовой ловушке. Почему было важно Путину, чтобы у него сложились особо трепетные и доверительные отношения с главой? Ну, для начала каких-нибудь там… Начинал он попроще с кого-то, но потом выстраивал с кем мог. Но потом сложились вот эти самые, как бы сказать, для него спасительные отношения с Герхардом Шрёдером, благодаря которому весь этот архив, как он считает, как он считает, был ему вывезен и якобы не оставил следов или экземпляров. Но, как мне говорил мой муж Денис Вороненков, следы оставлены, копии сняты. В общем, он за этот архив был готов всё, что угодно, и назначать его и кем там, кем совет директоров, эти неслыханные зарплаты. Я, кстати, могу показать тебе. Книгу читаю потихоньку, потому что много информации того периода. Это расследование о связях между Москвой и Шрёдером, которые сделали два немецких журналиста. Это бестселлер Шпигеля, Райнхард Бингенер и Маркус Вейнер. Называется The Moscow Connection. Вот как раз про всё про то, как у них пересеклись пути и почему... Ты на немецком, Маша, ты на немецком читаешь. Ну, конечно. В принципе, есть какое-то количество электронного варианта, не полностью книги, но я просто понимаю, что это не могу требовать от всех наших зрителей, чтобы они тоже взялись и прочитали на немецком, но вот эту электронную часть можно, в принципе, в переводчик загнать и всё-таки ознакомиться. Очень интересно. Ну, там речь идёт о том, что у них по типу, по взглядам, кроме желания Путина извлечь убойный на себя компромат и желание Шрёдера хорошо пристроиться на пенсии. Кроме этого, были ещё вот эти, ну, так скажем, социалистические идеи, которые, ну, вот, бродили по путинской черепной коробке и, видимо, залетали периодически к Шрёдеру тоже. То есть они сошлись на неприятии Америки, на нелюбви к ней. Это вот такая платформа какая-то своеобразная. Вот, тот в Ганновере плёл свои первые такие тенёта, паутину. Причём, надо сказать, что очень мафиозного типа такой подход, потому что он делал ставку на разных там, ну, перспективных, как ему казалось, что многие оправдали. Значит, и у него по сей день из тех, кто занимает большие государственные должности, полно тех, кто вышли вот из его вот этой вот партийные ячейки, ганноверской. Да даже президент Штайнмайер, один из таких, кто когда-то был вот как бы выращен, выращен Шрёдером. Ну, понятное дело, что после того, что он испытал в киевском метро, произошёл эффект Штайнмайера, и это похвально. Но до того, надо сказать, что, да, действительно, как бы было всё, с точки зрения его высказываний, мягко говоря, небезупречно. Вот. Ну, в общем, они там, соответственно, скажем так, Путин искал много разных связей. Путин старался развить свои взаимоотношения со всеми мафиозными структурами, с какими мог. Самое интересное, что можно сказать о его жизни того периода, это интервью, которое достаточно охотно даёт Дитмар Клода. Такой вот именно, что террорист, который отсидел за терроризм. Вот. И он даёт периодические интервью, просто которые, ну, так сказать, шокируют, наверное, своей откровенностью и информацией. В чём, вот в том числе, последний из того, что я увидела, последний из его таких каких-то громких высказываний, касалось того, что он передавал деньги Севы Могилевича не кому-то, а Орбану. Сам лично. Вот он рассказывал историю в интервью, которая заключается в том, что в какой-то период были выделены большие деньги. Значит, Могилевича они считали всё-таки, ну, достаточно ценным кадром для ПГУ СССР. И через него шло крупное финансирование, очередной чемодан с миллионом марок. Он должен был передать незнакомым людям, но в квартире, где это всё происходило, было всё оборудовано. Это была, соответственно, вот эта квартира для подобных встреч. Все не захотели, он был с кем-то вдвоём, они не захотели подниматься, на что сказал Дитмарклоден, ну, не хотите подниматься, тогда я верну чемодан тому, от кого его получил. Но это, конечно, не подошло, и они поднялись и вот попали на эти самые плёнки. И он сказал, что спустя некоторое время в одном из посетителей узнал Орбана. При этом, надо сказать, что и риторика Орбана сильно поменялась, потому что, когда он начинал свою политическую карьеру, его нельзя было обвинить в симпатии к Путину или к России или к Кремлю или вообще к Москве и ко всему этому. Но вот что-то поменялось потом, и вот вполне возможно, ну, опять, можно себе представить, конечно, что Дитмир Клода домысливает или ему показалось, но вот так вот оно во всяком случае звучит в его интервью. Ну, мне кажется, что такой источник, который заслуживает исследования. Вот. В общем, он жаловался на Путина уже много лет, говорил о том, что он только делал вид, что он ненавидит, значит, капитализм и всё такое прочее, а на самом-то деле запродался этой компрадорской буржуазии, это вот так прям выражается, значит, и требовал от Дитмара Клода, находясь в Дрездене, чтобы тот ему из ФРГ привозил разную технику, вот эти телевизоры Грюндик, вот это всё. Значит, при том, если другие сотрудники посольства ещё пытались с ним рассчитаться за полученную диковину, то Путину это вообще не приходило в голову, как само собой разумеющееся, хапал это и шёл дальше. Дальше он скапливал достаточное количество этих телевизоров, переправлял их вместе со своей женой, в этот период они были Бонни и Клайд, переправлял их, соответственно, в Ленинград, где толкал куда-то там на рынке, и в результате вот такой долгой, кропотливой работёнки они поменяли Запорожье с безглушителя на Волгу, но, естественно, на этой Волге он неизменно катал Ралдугина по заснеженному Ленинграду. Ну, по большому счёту, дальше его биография мощного казнокрада достаточно хорошо известна. Это всё началось с того, что он соединил, как бы это сказать, вроде бы несоединимое. То есть, вспоминаем его банду эту первую у Святцева и вспоминаем то, что он пошёл инициативщиком на шоссе энтузиастов, достучался, чтобы его взяли в школу прапорщиков КГБ. И вот так получилось, что, закончив эту школу КГБ, он попал по распределению в 5-е управление, в 4-й отдел 5-го управления КГБ СССР по Ленинграду Ленинградской области. Там он познакомился с уже находящимися вот в этом самом 5-м управлении Черкесовым, Патрушевым, кстати. Нет, Патрушев чуть позже к ним примкнул, туда же. Ну, то есть, они там все знакомы с тех пор. Значит, Надиров, Кошелев, Коршунов, вот это всё компашечка их такая образовалась. И, соответственно, попав вот в это 4-е управление, вернее, в 4-й отдел 5-го управления, он занимался фальсификацией подкидыванием, подбрасыванием и прочими незаконными способами вот этих фабрикаций уголовных дел в отношении евреев, которые хотели репатриироваться в Израиль. Но вместо этого усилиями Топтуна и вот этого, как бы его назвать, фальсификатора Путина, они оказывались к большому сожалению в тюрьмах и лагерях. Можно здесь привести в пример, кстати, интервью, которое тоже у вас на канале бывает, у тебя, по-моему, у Димы точно, с Натаном Щеранским. Вот это как раз такая вот трагическая совершенно история, как он в результате вот именно деятельности подобных, так бы, может и Путин участвовал в этом, может быть. Но смущает то, что когда Путин захотел, вот еще, значит, ему мало было, что пережил человек, он ему еще решил припомнить содержание допроса, то есть он знал, где его взять и так далее, поэтому можно сделать вывод о том, что, ну, наверное, где-то либо какой-то коллега этим занимался, может быть и сам. Вот. Он ему сказал, я вас уважаю, потому что я читал протоколы ваших допросов, где Щеранский был просто несгибаемый. Щеранский великий человек, но дерзнуть такое вообще сказать, то есть это же в какую он форму, в какую он вот этикетку это завернул, это уже как бы второе, то есть что вроде как он это преподнес как комплимент, а на самом деле он что хотел сказать? Читал, читал, как мы над вами раньше издевались. Вот же о чем речь. Вот. Ну, в общем, он соединил что? Связи свои с Усвятцевым, которые у него не прекращались, и новое место работы получилось следующее. То есть, мало того, что это и без меня известно, он оставлял так называемые свои черные метки, то есть гадил в унитазь и не смывал в квартирах, где проводил обыск и должен был остаться незамеченным, но такая патологическая ненависть. Мы говорим, кстати, о ненависти. Мы поговорили о ненависти к грузинам, к украинцам, но забыли поговорить о ненависти к евреям. Она тоже у него колоссальная. И, видимо, тоже как бы тот же самый НКВД постарался с ранних лет, с молодых, так сказать, когтей. В общем, он что делал? Если он приходил в квартиру и не мог совладать со своей ненавистью и завистью, то, несмотря на то, что он должен был остаться, по идее, незамеченным, он в этой квартире гадил и не смывал, чтобы, придя домой, человек понял, что кто-то в этой квартире побывал. Вот до такой степени. Причём... Он только в свой чёрный чемоданчик срёт, так боится за анализы свои. Вот раньше он... А, видимо, там вообще какая-то патология с этой капрофагией, видимо, связанная. Там у него вообще на дерьме на этом какой-то поворот. Это тоже какая-то, видимо, часть его перверсий. В общем, даже Немцов на эту тему шутил. Он говорил, кто это тут нагадил? Путин же вроде не пробегал. То есть, есть такая фраза в интернете. Это известная история, это я ничего такого нового не рассказываю. Это просто, поскольку мы сегодня делаем сбор, так сказать, всех этих хайлайтсов, ну, дальше этим не закончилось. Там, где ему показалось, что может поживиться его банда и поделиться с ним, конечно же, там на эту квартиру он начал наводить, на эти квартиры он начал наводить банду Усвяцева. КГБ и СССР сопоставили то, что после обысков, где побывал Топтун Путин, происходят эти кражи квартирные, ну, с некоторой периодичностью. И вот, они это всё предъявили Надирову, его начальнику. Значит, Надиров, Леонид, это такой был в то время сначала директор Александринского театра в миру, потом, наверное, лет 20 директор Вагановского училища, а на самом деле глава 4-го отдела 5-го управления КГБ СССР. То есть, когда это было всё ему предъявлено, то банду у Святцева, они получили сроки, а Надирова уволили, и Путин чувствовал за собой вину, типа грешок перед ним. И поэтому, когда он решил создать особое ведомство под названием Роскомпозор, вот для этих целей он сначала назначил заместителем министра этого Надирова, а потом Надиров вывел это в отдельное ведомство, сформировал его и возглавил его. То есть, всё то, что мы видим сегодня, это именно ростки, которые, вот эти ядовитые, которые выросли благодаря не менее ядовитым семенам, посеянным Надировым. В общем, вот таким образом он извинился. Дальше у него произошёл вот этот кульбит сказочный. Трабор, один из тоже приближённых этого у Святцева, но тогда по чину, конечно, бандит покрупнее Путина, потому что Путин, судя по всему, был, наверное, каким-то стоящим на шухере, может, из-за своей этой комплекции курпускулярной, может, в форточки лазил, не знаю, это так, в теории. Ну, зачем, может быть, ещё такой дзюдоист нужен?